так всем привет сегодня мы направляемся на площадь святого петра со мной лена мы направляемся туда для того чтобы повидаться с папой почему потому что папа сам нас пригласил он говорит что сегодня все иммигранты приходите есть у вас документов нету все равно приходите он будет нам махать руками с балкона ну мы думаем блин классно не каждый день такое бывает мы пошли вот конечно нас немного немного опасаемся что приедут автозак и начнут всех паковать бить но мы думаем что папа нам не сделала мы думаем что папа нормальный парень и не станет так поступать и вот мы уже совсем рядом мы стоим в очереди для того чтобы войти на территорию площади сейчас нас ждет проверочка мою маху и и кто-то и латтируем Пригадир! Звучит меня? Нет, вы можете оставить их здесь А, оставь их здесь Вы говорите в английском? Да Вы должны оставить их в окнах Но мы не оставим их Так что вы можете идти Извините Мы можем оставить их в окнах Да, я помогаю их там, так что мы делаем Хорошо, следуй Так что вы Попробуем У меня проблемы Скажи, а фото, видео? Да, видео, да Спасибо Спасибо большое Так, ну Нас заставили оставить Две жестяные баночки Кока-колы и наш термос С виски С виски, блин Короче, ну Честно говоря Праздник немного испорчен Потому что У нас теперь нету ни виски, ни кока-колы Ну, ладно Что тут поделаешь? Наша компания С другой стороны мы ворвались сюда, куда собирались Итак, еще раз повторюсь Сегодня здесь Все нелегалы-страньеры Под своими флагами Собрались для того, чтобы Их поприветствовал Папа Римский Вот, ну и мы, конечно же Не могли пропустить такой момент И я вижу флаг Украины И я думаю, что нам нужно следовать туда Нет Мы туда не притиснемся И Ну как же ж Ну это же флаг Украины Даже два флага Украины Три Класс Ладно Ладно Мы должны иметь эту косынку Если нет, мы не можем зайти Вот Короче, у нас возникла проблема У нас нету беленькой косынки Которая позволила бы нам пройти сюда В грубо Так, короче, резюмирую Кока-колу и виски у нас забрали Внутрь не пускают, потому что несколько сынок Вот И остались мы вот здесь В форе У разбитого корыта Лена злая вся, говорит все Что это за кое Почему так Видно, что я злая Окно Публика уже собралась И Достаточно Вот Вы можете увидеть окно Из которого нам будет махать папа В принципе все Осталось просто дождаться папу И пойти забирать свою виски Аплодисменты 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 Аплодисмент… Это меч и ink что говорит иммиграция для Италии, это действительно история. И он сказал всем, пожелал не терять надежды, что все будет хорошо. Наверное, он имел в виду документы. Я думал, будут раздавать документы. Нет? Ладно, пойдем тогда попробуем пройти дальше. Злющий, унивающий, всем недовольный, что я не взяла косынку. Я его притащила, значит. Я еще против солнца снимаю. Прошли сюда, сейчас я редко убираю. Это вот это украинец, вы видите? Короче, протягались. Пришли, у нас забрали кока-колу, забрали виски, все оставили мы там. Пришли сюда, нас не пустили, потому что у нас нет косынки. Ну, потом папа что-то говорил, мы ничего не поняли, потому что мы не странировали. Сейчас спинаемся в собор, но то, чтобы, не знаю, большая очередь, наверное, не пойдет. В принципе, как бы... Вообще, вы поняли. Он мега-негативный дядь, в собор не хочет, на сынах нет. Папа далеко, папу не увидел, курить нельзя, виски забрали. Вообще, день ужасный, все очень ужасно, девушка плохая, все плохое вообще. Все плохо. Все, мы пошли дальше. Поехали. В общем, давайте лучше о хорошем, потому что этот мега-негатив, нам всем надоел. Это собор Святого Петра, базилика Ди Сан-Петро на итальянском. Это самая крупнейшая в мире христианская церковь, католический собор. Вместительностью 60 тысяч человек, представляете, насколько... Так что, я думаю, все, кто был на этой площади, они все туда попали. Хотя площадь вместительностью 400 тысяч человек, конечно, намного больше. На фасад, кстати, этого здания, этого собора, около 50 метров, очень высокий. На крыше вы можете разглядеть, наверное, статуи. Отсюда они кажутся не такими уж и большими, но на самом деле они в 5, приблизительно в 5-6 раз превышают человеческий рост. Вот, ну мы посовещались и решили, что не будем мы туда лезть. Вот, ну поэтому ничего интересного сегодня не сняли, поэтому хотя бы девочку с сиреневыми волосами мы должны вам показать. Вот, ну все, мы уже забрали наши напитки и стремительно вкратце направляемся к выходу. Все, мы на свободе. Ура! Здравствуйте, привет! Вы любите съесть специальный прайс? Нет, 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 нет. Мы на следующий прайс. Не, на самом деле, это прикольно. Молодец, это папа, что собрал вот так из всех инистратов. То есть, ты считаешь, что это папа правильно поступил, да, сегодня? Ну, а почему нет? Как бы объединяет народы, показывает, ну, во-первых, он сам показывает свое отношение к эмигрантам. А во-вторых, здесь просто ошеломляющие меры безопасности. Все проходят через эти телевизоры. Куча грабинеров, куча полиции, куча всех всяких, ну, очень много полицейских для того, чтобы нас защитить. И защитить, там, такое скопление людей от какого-то теракта. И они проверяют, как бы, каждого, вещи, сумки и так далее. Ну, ни один, ни у кого не спрашивают документы и так далее. То есть, все все прекрасно понимают, что здесь очень много людей. Просто тысячи людей без документов здесь живут. Но, тем не менее, тем не менее, они и нас же защищают. И этим показывает страна и правительство свое отношение к нам. Я считаю, что это очень круто, почему нет? В общем, мы решили кардинально поменять свое местло дистаглокации и отправились на Фламинию. Здесь на Фламинии очень хорошая зона. Здесь машинки такие интересные можно встретить. И сейчас мы пойдем в парк. Ага, нет, не могу еще, хочу машинку поснимать. Такая лялька. Да. Так вот. Ладно, это все ерунда. Мы сейчас постараемся подняться в парк. Там взять на прокат велосипеды. Ну и проехаться по парку, потому что он очень большой. И показать вам немножко достопримечательности виллы Боргезе, если я не ошибаюсь. Ну, ладно, в общем, сами сейчас все увидите. Короче, мы преодолели очень много ступенек вверх. И оказались здесь на вилле Боргезе. Это уже вилла, да? Это уже вилла, да. Сейчас у нас возникла проблема. Велосипеды отпадают, потому что Лена на каблуках. Вот. Сейчас посмотрим, какие еще виды транспорта и сколько они стоят. В институте Лена на каблуках? Вот смотри, на вот этой штуке можно полчаса за 10 евро покататься. А час за 15. Да не бойся, ладно, но это что-нибудь попроще, какие-то бюджетные варианты найдем. Гольф-машину, допустим. Смотрим, что здесь по ценам. Стандарт. А, во-первых, есть разные машинки. А, во-вторых, есть разные машинки. А, во-вторых, есть разные машинки. А, во-вторых, есть разные машинки. А, это функционально, да? А, это функционально, да? А, хорошо, спасибо. Так вот, ну, короче, у нас теперь такая машинка есть. Мы с Леной приехали. Сейчас будем бодяжить виски. Мы находимся на территории виллы Боргеза. Ну, конечно, она очень большая. Я не знаю даже, что вам показать, что снимать. Но сейчас мы попробуем найти памятник Пушкину и Гоголю. Так что, давай резюмировать, Лен. Все, все. Да пока нечего резюмировать. Зачем ты тратишь время? Мы еще кучу всего будем снимать. У нас там 15 минут всего. Да ладно, но мы сидим на солнышке, Лен, tranquilo. Все нормально, ну что? Мы приехали в Италию. По просроченному паспорту сняли себе автомобиль. Катаемся по парку. Январь месяц, солнце, тепло. Сейчас даже ветра нет. Да, вискарика набодяжили. С папой сегодня виделись. Ну, отличный день. Так, я доверил управлению автомобилем Ленин. Поэтому, как бы, сейчас будет немножко страшно. Но, зато я теперь буду штурман и могу найти памятник Пушкину. Вот, поэтому сейчас мы с вами пока прощаемся. Потому что мне нужно следить за Леной, искать памятник Пушкину. И все, дави на газ, топи. Не бойся, едь. Ты что это? Как говорит Лена, главное не задавить никого из детей. При том, что она в состоянии... Ух ты, елки-палки. Причем, что она в состоянии алкогольного опьянения. За рулем машинки для гольфа. Сейчас мы поедем у чуваков, спросим. Еще есть чуваки, которые тоже машинки в аренду сдают. Они должны знать, где памятник Пушкина. Ну, ты посмотришь, они чудят. А что они чудят? Ну, что, ну они по всему этому раскидались. Давай, ну ты сюда в дырку лезешь. Давай, давай, давай. А где что? Уху! Скузай, вонямо кедры. Парк для культуры национализации. Давай, це Пушкин. Семпредрит. А, грація. Шо, шо, шо? Семпредрит. А дритто это шо? Вперед. А. Боже, я проеду тут? Проедешь, проедешь, поехали. Так, ну, в принципе, все не так плохо. Мы уже приближаемся к памятнику Пушкина. И шо я хочу сказать. Если вы собираетесь на экскурсию в Риме, не ходите здесь ногами. Здесь, блин, заплатите 15 евро. Тут быстренько все объехали, посмотрели. Там памятники, архитектура. Да едь давай, тут кирпич вообще. Нет, Леш, какой кирпич? Машины оттуда едут, я не буду. Все, давай. Френомано. Так, ну ладно. Теперь за руль садится настоящий гонщик. Короче, у нас сел фотик. Пушкина мы не нашли, машину сдали. Сейчас снимаем с мобилы, потому что... Сейчас нам предложат селфи-палочки разные, при-при-бамбасы. Нет, спасибо.